Привет, друзья, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Давно я это не делала, не ходила по социальным магазинам, и вот я стою перед закрытой дверью. Ну, ждёмся. И тут сразу понравились мне эти шесть троек от мануфактуры Roller Германия. О такой мануфактуре я не знаю, сразу скажу. Но здесь замечательные маки и другие лютики, цветочки я заметила. А на десертных тарелках, по-моему, немецкие букеты, и они не повторяются. Это я всё забираю. Показывать я дома их не буду распаковывать. Показываю сейчас, как это всё декидит. Думаю, что это 90-е годы. Здесь стол с красивыми хрусталями. Бокалы, я думаю, это чешские. Очень красивый сиреневый цвет с шишечками на ножках. И вот такая есть бонбаньярка на ножке и крышка с шапкой Мономаха. 9 евро. Это либо Анахуте, либо Карл Хофбауэр, которому принадлежала эта фабрика. Этот стеклянный сет, мне сказали, что он из Советского Союза. И мне вдвое неприятно. Он и красивый, и очень качественно выполнен. Никаких швук на изделиях, ни царапин и ни потертостей. Приятно в руках держать. Только что его принесли и расставили, и он без цены. Молочник очень забавный, с иллюминаторами, из которых земля видна. Интересный дизайн. 3 евро стоит. А это, наверное, масленка. И для сыра колокольчик. В Германии так называют такие вещи. Со звездной гравировкой. Тоже 3 евро. Чье-то любимое число здесь. Вазочка-стекло. Очень тонкая, изящная и очень тонкая гравировка. 4 евро 50 она стоит. Колокольчик. Но, к сожалению, как-то он туповато звучит. Это ваза Франция. Как из застывшего льда. Интересный дизайн. Ваза в вазе. 2 в 1. Не помню, как фирма называется. Бокалы тоже очень тонкие. И изящный рисунок. Чуть-чуть ребристые. 14 евро 50 за все бокалы. Бонбоньерка хрустальная. Одна женщина ее крутила, вертела. Так и не взяла. Еще посмотрите, бонбоньерка. А может быть даже и горница. А это какая прелесть. Смотрите, как интересно. Берешь в руки и он становится белым. Ставишь на стол. И стакан заливается зеленым цветом. Правда, качество стекла не очень хорошее на ощупь. Но очень интересная задумка. Еще есть здесь цвета. Красный, желтый и белый. Цены я не вижу, к сожалению. И еще стекло. Но здесь уже оно подешевле. Очень тонкое и интересная форма колокольчика. И смотрите, какая красивая гравировка. Это все сделано вручную. И таких стаканчиков здесь я вижу, по-моему, три. Да, еще где-то я видела. Еще четвертый. Они еще, наверное, есть. И наберется шесть штук. А это какая запрещенка. Тут детям до шестнадцати или даже до восемнадцати. Написано, у кого есть деньги, тот отправляет свою жену в ванну. У кого их нет, моет ее сам. Как вы думаете, что это значит? Я думаю, это об экономности немцев. Вода в Германии очень дорогая. То есть сам помоешь и быстро, и воду, и деньги сэкономишь. Если она сама будет плескаться, ну, сами понимаете, сколько воды уйдет. Вот они ромеры, ромеры. Я, кстати, уже к ним стала привыкать понемножку. К зеленым этим виноградным листьям. Решила я вставить эти две находки сейчас. Это два очень старинных бокала конца девятнадцатого века. Нашла я их тоже в социальном магазине. Вообще в этом магазине надо целыми днями дежурить. Туда очень часто сдают невероятные вещи. Но эти бокалы сдала одна из сотрудниц этого магазина. Сначала я думала, что они производства очень известной фирмы Терезенталь. Но, пересмотрев каталог, я точно таких не нашла. А нашла в каталоге в другой фирме Фридс Хеккер. Она тоже очень известная и находилась в Петердорфе Силезия. Вот здесь есть маленький чуть-чуть скул. Но это совсем не страшно, ведь им уже 120 лет есть точно. И я решила собирать такие старинные бокалы. В тот же день в том же магазине я нашла вот такие тарелочки. Это Фюстенберг, Вест Шомани. Вернее, это не тарелочки, а подставки под стаканы. Либо такими вещичками украшают стены, вешают их в виде декора. Мотив птички, и он на каждой тарелочке разный. Еще Фюстенберг, это подсвечник. Коллекция называется Сан-Суси. Оказывается, Фюстенберг тоже грешил. И повторял за берлинским КПМ этот декор. Невероятно. Только не знаю, было это лицензировано или нет. Пришлось и это блюдо прихватить с собой. Хотя у меня уже было как-то раз похожее блюдо. Это Полькштейт, время ГДР. Блюдо декорировано тисненным рельефом в виде картуши, медальонов и рукаль. И все усыпано бабочками и цветами. Такое впечатление, друзья, что этот Пута парит в воздухе. Он закреплен на этом подсвечнике в двух точках, по-моему. И действительно, как будто бы он парит в воздухе. Этот подсвечник выполнен в стиле Рококо. Еще это все декорировано искусно выполненными цветами. И они в полном порядке. Очень часто такие изделия встречаются с дефектами. Клеймо, друзья, я затрудняюсь сказать, но очень похоже на Каппадемонт и Наполи. А может быть, этот Путин немец, Эрнсенбоне. Потому что в начале прошлого века немцы очень часто подражали итальянским мастерам. И даже клеем оставили похожие. Вот скажите мне, кто это? Наверное, это надо назвать фруктовницей. Вот такая интересная, с лошадками. Стоит 4 евро. И цветочки. И там наверху есть еще и вазочка. На донышке есть этикетка, что это парфор. Но откуда, неизвестно. Здесь за этим ценником, как флаг вывесили. Кстати, что это стоит 199 евро? А, это шкафчик. Решили они продать. Стоит вот такая интересная тройка. Но вся беда в том, что чашка это Дрезден, ручная роспись. А тарелки совершенно другой мануфактуры. Я не знаю, какой, но это все грустно и печально. И я очень расстроилась. Вот так вот. Синяя ГДРовская вазочка на лапках. И вот тоже, смотрите, чашки от одной мануфактуры. Тарелки совершенно от другой. Ой, что с ними здесь случилось, скажите мне. Но все оказалось не так плохо. Смотрите, я ее купила. Нашлись и тарелки к этой чашке. Мануфактура Unterweissbacher-Werstetten. С 1958 по 1976 год она ставилась. Это клеймо. Трио выполнено в стиле барокко. Очень богато декорированные тарелки. Терракотовый цвет. И с белыми фестонами. Украшенными цветочными золотыми контурами. Существует и сегодня. Но была поглощена мануфактурой Тетау в 90-е годы. Которая принадлежит мануфактуре Кристиан Зелтман. Изделия продаются сегодня по всему миру. Так, с этим разобрались. А здесь что за НЛО? Смотрите, какая прелесть. Один с иллюминаторами, а другой без. Здесь вижу очень симпатичную вещичку. Забарник на одну чашечку. Так, здесь какой-то кактус керамический мешается. И 3 евро еще и стоит. Так, но это интересное сооружение. Заварник и чашка. 2 евро. Еще и с корзинкой цветов. Бокалы стоят 3 евро за все 6. Это похоже на Францию. И под шампанское и под вино. Помню, была у меня такая посуда. Был бум в 90-х годах. Конечно же, я купила эту тройку. И это клеймо Passau. Порцелан. Это 50-60-е годы, судя по форме. Такое клеймо вижу впервые. Декор как снежинка. Очень яркий. И этот синий королевский кажется еще ярче, когда золото играет на свету. Это шедевр. Не верю глазам своим. Как такое возможно? Я такой же сервис покупала в Ласке Старьевщика. Но там была еще супница и блюдо. Номер серии такой же. Это Томас. И, конечно же, я его забираю с собой. Показывать я его дома не буду. Смотрите сейчас. И еще, что мне здесь очень понравилось. Вот такой кофейный сервис от Калы. Это время ГДР. Декор выполнен методом деколи, но с эффектом вручной росписи. На первый взгляд кажется, что это работа художника. Даже мазки кисточки изображены. Но при тщательном рассмотрении видны точечки печати. Я его не беру. Я сейчас в другом магазине, друзья. И сразу сервис кофейный. Это Виль Раенбург. Серия называется Старый Амстердам. Витру Парфор. Про него я уже рассказывала. Вернее, это сервис для завтрака. 6 трио, 6 поставок под яйца, рулетница. И даже есть защищки для завтрака. А вот, посмотрите, еще и слоновая кость изота. Это Хучин Ройтер. Серия посуды Королус Макнус. Климо ставилось с 1948 по 1970 год. 7 трио. Чашки типичная форма этого времени, но очень интересно выполнена ручка. Она плоская и еще более расплющена к основанию. Золотая кромка с черным узором. Молочник и сахарница. Я забираю эти два сервиса с собой. Что еще здесь интересного есть? Ну, в принципе, больше ничего. Ну да, ну да. Только я это проговорила, повернулась, чтобы идти к кассе и наткнулась на этот МОКО-сервис с золотой кромкой. Чашки на один глазок кофе. Глоток кофе, конечно же, извините. Именно такое понятие заложено в этом названии МОКО. Это Ваймер, это время ГДР. И видно, что ни одна капля кофе не пострадала в этих чашках. Не пропала. Серия не указана, но очень похожа на посуду серии Катарина. Ну-ка, молочник может что-то расскажет. Нет, тоже молчит. Удивительный сервисик. Я такого еще не встречала. В этом магазине я бываю очень редко. Он находится очень далеко. И здесь очень редко бывает что-то интересное. Цен здесь нет. Все объявляется на кассе. Это калочка наша любимая. Это симпатичная цветочная ситцевая округлая форма чашек. Летин. 50-60-е годы. Я подпишу, конечно же, все. Три чашки только вижу. Сахарницу. И тоже вижу и молочник пузатый. Так, это цветочек Хеннеберг. Тоже ГДР время. Смотрите, что китайцы делали. Это, думаю, 90-е годы. Амурные сцены. Вот так-то, друзья. Все они тут подорвали своим производством. Здесь полный сервис. Или нет? Нет, два разных. Цен, как я сказала, нет. Но кое-где написано, что продается только комплектом. Это я не знаю, кто изобрел и произвел. Желтый, синий, золотой, желтый, зеленый. Два маленьких моробочка. Мока Пара, Виктория. И это Чакословакия. Очень яркие букетики. Так, куда? Сюда. Сиди, не упади. И блюдечки бы рассмотреть. Оранжевые цветочки. Мануфактуру я эту не знаю. Но я знаю, что она существует. А это что за штука? Объектив тяжелый. И нет. Так. Ах, это подставки. Под стаканы. Стеку с рекламой пива. Радебергер. Надо же. Миллион медалей тут стоит. И кучер. Очень хороший набор. И упаковка хорошая под кожу. Это сичек от мануфактуры Волькштетт. Серия называется Пастарали. Есть такой кобальтовый сервиз. Очень красивый. Лучок. Но очень упрощенный вариант. Таким образом удешевляется изделие. Мануфактура не поняла. Роял тонкий фарпур. А кто непонятно. Но очень симпатичный в форме соусник. Маки на тяжелом фарпуре. Это Винтерлинг. Это Вест Джомани. Ручная работа указана. Сервиз больше похож на керамику. Два шкафа набиты под завязку стеклом. Вот такие рюмочки мне очень нравятся. Каких это лет. Такая форма колокольчика. Обычные на цветной ножке. Это похоже на коньячные рюмки. Их тут несколько штук. Наберется на очень веселую, теплую компанию. Такие под красненькое. Толстячки тяжелые. С золотом. Чуть-чуть позолоченные. А этот из какого-то набора алкогольного. Такой столбик. Нога. Длинная голова. Маленькая. Такие симпатичные под шампанское. Или можно их и как креманки использовать. Такое стекло есть на потолок вешать. Листочки стекло коньячного цвета. Интересно, они от сквозняка шелестят? Или нет, они должны подзвякивать. 10 евро. Только непонятно, стул это стоит или люстра. Тоже лампа. Какая-то странная, плоская. Остатки сервиза. Это 50 каллы. Люблю это клеймо этих годов. И изделия всегда очень интересные. Не было еще такого потока штамповки. Золотишко. Мне нужны такие тарелочки. Это похоже на Польшу. Эгэ или Едэ и большая дубль В. Не знаю, что это. Но уверена, это не сервиз. А что это? Это похоже сервиз. И это КПМ Кар Кристер. Очень даже приятных во всех отношениях. Там на столе наклеена цена. Да ладно. Думаю, что это все-таки застол огроменный. Столько стекла. Это откуда такая тыквочка интересная? 29. Вот тоже это же клеймо. Думаю, это все-таки Польша. И Кристер тоже уже был произведен на территории Польши. И, видимо, сдал один человек. Мне этот сервиз очень нравится. Здесь их даже два. Только кофейник один. А здесь нет клейма. 29. Думаю, все-таки это застолик. Или это с сервизом вместе. Думаю, это сдал какой-то магазин. Китайские вазы с объемными цветами. По ощущению, качество хорошее. И посмотрите, в какой красивой бумаге все запаковано. Пастельные тона, цвета. И сколько их здесь. Ого-го. Это тоже Китай. Прорезной парфор. Но качество очень плохое. Ощущение не парфора. А как будто это все из гипса сделано. Ну, сделано в Китае. Из гипса. И таких фруктоний, скафетний здесь завались. Посмотрите. Коробки, коробки, коробки. Любимая тема, любимый стеллаж. Винтерлинг Трио. И он едет со мной домой. Цветы и золото. Мишка с какой-то проволочкой в лапах. Что это? Тоже Винтерлинг. С зеленой яркой кромкой. Это что-то простенькое. К сожалению, я ничего не вижу. Потому что стою буквой ЗЮ глаза на лоб. Надо садиться на пол и ползти. Ну, друзья. В общем, я поползла. Вот эта тройка. Очень классно с оленями. А нет. Здесь чашка левая. Упс. Винтерлинг в цветочек. Но, друзья, не хватает акцента на десертной тарелке, на мой взгляд. А так очень даже хороша. Очень даже. Это забавная в стиле комиксов. Вабене Парцелан. Так, понятно, что это. Непонятно. Вот эта тройка тоже едет со мной. Это Мока тройка. Картиш. И это 29-й год. Указан на тарелке. Было время. Эта мануфактура указывала год выпуска изделия под клеймом. И это очень удачная находка. Я вам показываю сразу, что едет со мной. Тоже находка, что надо всегда радуюсь, как родному. Это Баронусский фарфур. 70-е годы, да. Цена даже стоит. Форма мне очень нравится. Заварники и сахарницы. Но здесь всего лишь 4 чашки. Вот такие, как гофрированные. Бачка у него. И никаких тарелок. И это все первый сорт. Может быть, тарелки были. И, может быть, их продали. Еще, друзья, покажу вам кое-что из неизданного. Куплено это было тоже в социальных магазинах. Такая тройка арт-эко. С очень интересной ручкой за зубринками. И клеймо это Шварцханмер. А вернее Шуман и Шрайдер. Это Кристофер Шуман, брат Карла Шумана. Но ничего практически об этой мануфактуре не известно. Она обанкротилась в 1986 году. Оставила с собой руины и загрязненную почву. Еще одна тройка с очень известной формой. Ручки и чашей на такой толстенькой ножке. Это клеймо Лихты, всем известное. И это время ГДР. И это настоящий кобальт. Где-то тут было написано. Вот здесь все прописано. Настоящий кобальт. Вот такая троечка. Это моя любимая. Люблю эту форму времен 50-60-х годов. Почечного периода. Когда в моде были яркие цвета. И сочетание острого с округом. Форма чашки корсетная. Ответочный декор выполнен как будто двумя движениями кисти. Легко и непринужденно. Какими были те года. Клеймо Лихты. И это производство ГДР. Огромное, друзья, спасибо вам за внимание. Всех обнимаю, ваша Лена. Ну, это так зарисовочки, что я еще видела в социальных магазинах. Часы, например, прекрасные были. И хрусталь был цветной прекрасный. И бокалы очень тоже интересные. И я еще кое-что купила. Покажу в следующий раз. Продолжение следует.